Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем на нашем любимом, самом лучшем проекте Mozilla Freeplay. Все ссылочки есть как всегда в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и конечно же начинаете играть вместе со мной. Ну а в этом ролике, дамы и господа, я хочу вас еще раз поздравить с наступившим новым годом и желаю вам всего самого лучшего, чтобы вы за этот год не болели, чтобы все ваши желания и мечты в этом году сбылись. В этом ролике я вам покажу один из способов как можно фармить снежки, то есть я считаю то что это самый лучший способ в данный момент, потому что ну это может сделать каждый реально, то есть там есть разные варианты, можно там на паб ходить, можно на санки ходить, а есть лабиринт, о котором я вам сегодня расскажу. Я считаю то что лабиринт это самый такой легкий и понятный способ фарма снежков и там больших усилий не нужно, поэтому в этом ролике я вам это все покажу, расскажу, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал если вы вдруг не подписаны, покажите на этом ролике хорошую активность, я вам буду очень сильно благодарен. Ну и конечно же не забывайте вводить самый лучший промокод, пишите, слэш мэм, сибой пунт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод полканов. За этот промокод вы получите 350 тысяч, вам всего лишь нужно зарегистрироваться, ввести промокод и с помощью квестов вкачать быстро уровень и вы получаете свои бабки. Всем желаю приятного просмотра, а тем кто кушает, приятного аппетита! Я думаю давайте вообще начнем с того, для чего нужны эти снежки и куда их можно потратить, что с ними нужно делать там и так далее, потому что возможно кто-то вообще не понимает о чем идет речь. Получается есть такая валюта снежки, ее можно фармить помощью разных темок, это там паб, это санки там, квесты там и так далее. То есть снежки это просто такая валюта с помощью которой вы можете либо что-то покупать, либо эту валюту просто продавать и получать как бы верты. То есть темка довольно таки интересная. Какие вообще в целом есть призы? Давайте я вам покажу. То есть пока что, пока что цен нету, видите, знаки вопроса стоят. Пока что цен на эти призы нету, но в скором времени не появятся. То есть в этом ролике я вам просто объясню, как можно вообще их фармить и где лучше всего это делать. Вот как бы разные призы есть, я думаю все это понимают. То есть вы можете за снежки себе купить там випочку, можете купить себе рузовик, можете купить легковую машину там, нитро-гидравлику, аудиосистему, либо одежду. Либо вы можете просто фармить снежки и просто брать их продавать. Да, их не особо кто-то покупает на самом деле, можете как бы это все посмотреть. То есть да, их не особо как бы покупают, кто-то их продает там по две тысячи, кто-то по три, кто-то по пять. Их особо дорого не покупают. Их покупают по тысячу рублей в основном. Вот, у меня девять тысяч снежков. То есть я вот почти десять тысяч снежков, пацаны, нафармил за два дня на лабиринте. То есть за два дня без каких-либо там серьезных усилий я смог-то копить десять тысяч снежков. Вообще спокойно, не напрягает. То есть лабиринт реально такая темка, где тебе вообще надо напрягаться. Ты можешь чисто на чиле на расслабольни бегать там, слушать музыку и все. Главное просто выучить лабиринты. Их всего пять штук. И знать, где лежат ящики. То есть меня этому научил мой товарищ из семьи Александр Адегамов. Он меня научил за часик проходить все лабиринты. Большое ему, кстати, за это спасибо. То есть реально научиться очень легко, пацаны. В этом ролике я вам не буду показывать, как я прохожу все лабиринты. Я вам чисто покажу пример. Но если вы вдруг захотите реально, чтобы я вас научил проходить все лабиринты и показать, где стоят ящики, то наберите на этом ролике 300 лайков. Потому что, ну вы сами понимаете, показать все пять лабиринтов это будет сложно. Это будет реально сложно. Но если вы хотите реально, если вы на этом ролике покажете охуенную активность, и я это увижу, то я запишу видео, в котором я вам покажу прохождение всех лабиринтов я все лабиринты по сути знаю и знаю местоположение ящик просто мне нужно изначально привыкнуть то есть так вот сходу я не смогу сейчас вам показать санки конечно это хорошо пацаны я не спорю то есть на санках тоже можно хорошо фармить но честно у меня не особо там получается в этом году это делать то есть да я могу там пройти пару раз но подряд я не могу проходить эти санки то есть у меня не получается кайф в том то что допустим тех же санках ты там не можешь засейвиться то есть ты там должен ехать сюда посмотреть на дорогу быть внимательным она берет это может там возле костра засейвится просто постоять почили там лабиринт знаете но такой знаете более на расслабоне начали типа и все то есть ты здесь не опрягайся ты здесь не тратишь свои нервы это любом случае можно пройти то есть тебя здесь нету какого-то времени знаете определенного это да кстати да тоже сложный лабиринт это нелегкий пацаны легкий как бы там есть два легких лабиринта один который по левой стороне проходить полностью а второй который по правой стороне полностью проходить вот это два самых легких лабиринта остальные такие средненькие либо сложные кто не знал лабиринт меняется каждые 45 минут так тихо тихо не умираем пацаны не умираем да кстати пацаны если вы хотите реально засейвиться если не можете найти костер то вы можете просто реально использовать просто грелочки и все более грелки не особо дорогие как бы их можно покупать 27 поэтому если вдруг что-то не так вы можете реально просто засейвиться на самом деле пацаны я хорошо прохожу эти лабиринты, вы можете сами зайти на стримы и в этом убедиться. То есть, кто сидит на стримах, тот видел то, что, ну, я реально просто охуенно прохожу лабиринты. Просто реально этот какой-то конченный попался, и я не могу просто ничего найти. Ну, реально, пацаны, я честно считаю то, что, ну, это самый просто лучший способ фарма, потому что здесь реально ты не напрягаешься, ты спокойно просто бегаешь, ты можешь общаться с друзьями, ты можешь там слушать музыку. То есть, ну, никакого нет напряжения, ты просто на чиле на расслабоне бегаешь, как бы, и всё. Главное просто выучить карту и выучить Примерное положение ящиков, где они могут спамниться То есть да, пацаны, я всегда был за санки То есть там, все года Все ивенты новогодние, я был за санки Но в этом году, пацаны Мне больше понравился лабиринт, реально Типа, я не спорю, на санках тоже можно Спокойно там нафармиться Без каких-либо проблем, я как бы этого не отрицаю Ах ты, сучка, попалась, блять Вот он лежит, пацаны Вот так, в принципе, от первого лица через стенку можно смотреть Он просто нужно выкрутить, получается, Y Вот, на максимум, и всё И вы можете через стену смотреть, где у вас находится Ваш любимый ящичек, пацаны Просто вы открываете так по бурику Опа, и всё Да, 4 минуты, пацаны, много, но сейчас постараюсь пройти быстрее Опа, привет, родной Всё, пацаны, вот так это оно и делается Видите, просто, ну, по сути, надо каждый угол смотреть Где примерно он может быть, и всё Ну, реально, карты, на самом деле, легко выучить То есть, да, их там 5 штук Как я и говорил, пацаны, есть 2 легкие карты Которые можно реально очень легко проходить То есть, там реально вообще, ну, вообще лихотня То есть, ну, если вы реально хотите, чтобы я вам показал Как это делается Либо приходите на стримы Либо, пацаны, покажите на этом ролике хорошую активность И я вам просто покажу мастер-класс И научу вас, как проходить любой лабиринт И теперь мы благополучно просто бежим к выходу Как бы выход у нас находится вот в этой стороне Вот так вот отпихаем сейчас быстренько И идём, как бы, к выходу И вот у нас, пацаны, выход То есть, ну, ничего сложного реально, типа, нету Просто именно этот лабиринт, он, пацаны, сложный А есть лабиринты, которые максимально лёгкие И вы можете их проходить, там, меньше, чем за минуту Многие скажут, а почему, типа, не пабх? Ну, на пабхе, там, по-моему, не особо можно снежки зарабатывать Ну, в принципе, можно Но там сложно Там нужно, пацаны, бегать большой компанией, понимаете? Чтобы на пабхе фармить, там, снежки, предметы, там, и так далее Нужно именно бегать такой командой Сидеть в дискорде, там, и так далее Тем более, там не отображаются ники То есть, там реально сложно ориентироваться, кто свой, и кто не свой То есть, как по мне, там максимально, как бы, сложно И там надо только толпой То есть, если ты, допустим, захочешь соло фармить снежки У тебя это не получится, реально То есть, ну, максимально, пацаны, всё легко Просто надо быть внимательным Не спешить, просто начали на расслабовании Это всё делать Ну, реально, я, типа, выучил лабиринты за час, реально Меня Саня научил за час просто, ну Он мне сначала один лабиринт показал, самый лёгкий Объяснил, что, куда, зачем, как бы, и всё Ну что ж, дамы и господа, давайте я вам для сравнения просто покажу санки Допустим, вот сравним просто санки с лабиринтом Как бы, папка, это, по сути, совсем другое Надо сравнивать именно санки и лабиринт Потому что, ну, здесь одинаковое количество фарма происходит То есть, что за прохождение санок Даётся 30 снежков С амазинг пасом 45 Что на лабиринте Даётся 30 снежков И с амазинг пасом 45 То есть, это, знаете, такие более-менее одинаковые Способы заработка снежков Потому что папка, всё-таки, это другое На папке ты в одиночку не сможешь пофармить А на санках и на лабиринте вы можете это делать Поэтому будем сравнивать чисто лабиринт и санки Кому-то нравится одно Кому-то, как бы, нравится другое То есть, честно, пацаны, у меня не особо получается проходить, как бы, эти санные гонки Раньше, как бы, да, раньше я был мастером, в принципе, я спокойно их проходил Но сейчас, я не знаю, пацаны Либо, может, я как-то постарел, ебать, не знаю Но у меня не получается их толком проходить То есть, я там, ну, раз 15, наверное, прошёл за всё время То есть, вот такие вот ошибки, пацаны, у меня бывают И, да, может, мне надо, как бы, часик посидеть, привыкнуть Но так сходу я не могу пройти санки, реально, типа И я не могу санки проходить подряд То есть, я могу там один раз пройти и пять раз не пройти То есть, это, пацаны, ненормально То есть, таким способом я не смогу нормально снежки фарбить Поэтому, я перешёл в лабиринт, где у меня получается фармить намного лучше и быстрее Санки, да, санки тоже прикольная тема У меня, реально, не получается их нормально проходить То есть, посмотрю с Америкосом, как бы, я видел, как Америкос проходит Америкос проходит, там, 10 из 10 раз, прикиньте Потому что, если я вот так буду проходить один раз из 10 То, о каком фарме сыйсков вообще можете идти речь, пацаны Ну, это реально просто пиздец Я даже проходить, честно, не хочу, пацаны Вот, у меня не получается, не получается И у меня просто начинает жопа гореть Я начинаю нервничать Раз, два, три, четыре, на пятый раз, всё, у меня жопа начинает гореть, ебать, и всё. И я просто не хочу их проходить. На лабиринте я спокоен, как удав, то есть, у меня нет такого, что у меня там жопа горит. А здесь, как бы, если у меня не получается пройти, всё, у меня начинает жопа гореть, как бы, и всё. И я, тем более, не пройду. Ну и теперь, пацаны, так, чисто, для того, чтобы вам показать, мы зайдём на замёрзшие края. И я вам покажу то, что там реально ловить нечего, пацаны. То есть, там реально сложно. Ну ладно, у меня, в принципе, материалы есть, поэтому... Ладно, пацаны, чисто ради вас, ебать, пожертвую деглом, пацаны. Тут просто, пацаны, можно ботов выбивать, и из них, как бы, дроп падает. Как бы, да, по сути, ну, когда тебе никто не мешает, здесь реально можно фармить. То есть, ну, просто можно ботов выбивать, ну, и просто реально фармить, типа. Просто есть такие типы, которые бегают толпой и бегают с СВДшками. Но сейчас здесь, почему-то, на самом деле, вообще никого нету, типа. Ящики, как бы, тоже здесь вот лежат. Так, открываем сейчас ящик. То есть, здесь, как бы, каждый за себя, вы сами понимаете. Так, ТТ я нашёл, нормально. То есть, если тебя никто не трогает, то, в принципе, здесь можно фармить. Боже, ну ты, долбоёб, ебать. Ну, реально, чел хотел меня убить, ебать, в итоге сам обосрался. А, я понял, что сюда никто не ходит. Тут, короче, убрали возможность наркотики юзать, ебать, вся хуйня. Куда ты, нахуй, стреляешь, бля, долбоёб, блядь. Ну, реально, я ж никого не трогаю, нахуй по мне стрелять. Всё, пацаны, как бы, вещи я положил. Сейчас подождём, пока вертолёт улетит. И посмотрим, сколько мы вообще, типа, заработали. Ну, пацаны, я так понял, то, что пофиксили, типа, получается, паб. То, что здесь нарко нельзя юзать, короче. Ну, типа, уже сочили, так сказать, ебать, прохождение. То есть, теперь здесь больше, более-менее адекватных людей. Ну, что ж, дамы и господа, вот я добежал до бенника. То есть, вот вы можете, как бы, предметы менять на снежки и менять на деньги. Данные концы света, это самое дорогое, в принципе, из-за чего вы можете получать снежки. Ну, вы сами понимаете, то, что, ну, в принципе, как бы, да, можно пофармить. Но не факт, что вы, как бы, вынесете эти артефакты. Прикольно, пацаны, на самом деле, прикольно. Но, когда там много людей, то там реально очень сложно. То есть, когда там толпой бегают по 5 человек с СВДшками, то там реально, пацаны, сложно. Ну, что ж, дамы и господа, я думаю, на этом мы будем заканчивать. Я вам показал 3 способа фарма снежков. Но, как по мне, самый лучший способ это лабиринт, потому что там, по сути, не нужно никаких вложений. И там просто нужно бегать, как бы, и можно засейвиться. То есть, мне кажется, то, что самый такой, знаете, спокойный и лучший фарм, это именно на лабиринте. На пабге, как бы, вам придется стреляться. А если вы не умеете стреляться, то вам, в принципе, там делать нечего. Насчет санок, в принципе, тоже можно пофармить, как бы, но у меня лично там не получается. То есть, если у вас тоже не получается фармить на санках, то вы можете спокойно идти на лабиринт. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.